Всем привет, продолжаем о ножах И сегодня не складень Интересный ножичек от Нокса В такой коробочке клевый Вообще прям Как лакшери алкоголь И это конечно прям сразу Подкупает для подарка Это прям вообще бомба Я заметил, что Многие наши компании делают Прям козырные такие вообще упаковочки Это и Златоуст И Кизляр Ну вот прям для подарка лучше не подобрать Прям вот Посмотрим, что здесь написано Нож не мой Мне его заказал отец Но так как он далеко от Москвы Сейчас получил его я Ну и конечно я этому рад В общем-то, что получил я Можно рассмотреть, поглазеть Что это Здесь написано сайтик ВВНокскнайфсру У меня есть парочка ножей от Нокса Это Мачет Марабу И Второй это Балисонг От Нокса На коробочке есть Описание Стоит РСТ Что здесь Написано Общая длина 300 миллиметров Длина клинка 158 миллиметров Сталь Д2 Я в общем-то Про этот нож вообще Ничего не читал Для меня он В общем вот Второй раз я его Держу в руках Первый я уже его Открывал разочек Покрутил, посмотрел Итак, что написано на коробочке Ягуар М Моделька Д2 Ну, Д2 соответственно Из чего он сделан Ифиг... Охотникам и военным Новая версия Отличается тем Что сделаны Из Д2 Высокопрочной Инструментальной Стали Этот сплав Отличается Повышенной Твердостью И устойчивостью К механическим Повреждениям Режущая Режущая кромка Из Д2 Долго Сохраняет Остроту Даже в экстремальных Условиях Эксплуатации Ну, что круто Нож комплектуется Специально Разработанными Ножнами С вариативным Креплением Которые Легко Интегрируются В любую Экипировку При всех Своих Достоинствах Нож не является Холодным Оружием И прошел Соответствующую Сертификацию Это важно В общем Короче Разрешения На него Не нужны Так вот Выглядит Как все Серия Т Не знаю Что это за Серия Нокс Знаю Что такое О, у них Птеродактиль Изображен Я даже и не знал Поехали Смотрим В общем Выглядит Все прям Люто Красиво Открываем Вспомнить Ага Открывается Он вот Оп Так Здесь у нас Лежит Силикагель Ножичек В пакетиках Не, ну конечно Блин Упаковки Вообще Никаких претензий Просто Выполнено Все Перфект Для подарка Это Бомба Достаём Ножичек Он здесь Упакованный Ну силикагель Понятно Чтобы не Отцаревало Такой Ножичек Круто Далее Далее Где же У нас Ножны Ну конечно Они спрятаны Дальше Открываем Открываем И вот у нас Ножны Такие Ножинки Здесь что-то Похожее На Молли Что-то Такое Не пойму Зачем Это Нужно Это Непонятка Здесь Все Какие-то Утяжки Здесь Крепление Здесь Кнопочкой Не совсем Я понимаю Конечно Я не силен В тактической Экипировке Куда можно Присобачить Это И зачем Сделано Именно так Ну скорее всего Что-нибудь Раз И Застегнул Так Хоп Куда-то Повесил Ну короче Это Такие Стайл Тактик Пластик И Сразу Конечно Я заметил Единственный Минус Такое Это вообще Единственный Минус Который Я заметил Сейчас Возьмем Штанген Вот Эти Вот Отверстия Под шестигранники На одном Из винтов Конечно Сорван И это Блин Лютый Минус Ну Конечно Не прям Критично Но Тем не менее Как бы Общее ощущение Это сразу Подпортило Вот Видно Он сорван Конечно Выкрутить Его будет Не сложно Потому что Он не утоплен На этих Целое Все Возможно Даже Это Не Хотя Я думаю Повлияет На выкручивание Ну ладно Я пока Не буду С этим Ничего Делать Потому что Нож Не мой Я уже Сказал Владельцу Об этом Ну Ну Не критичный Минус Ну Вот Общее впечатление Вот Прям Вот Мелочь А сразу Чуть Смазывает Здесь Видно Прям Что Сорвано Конечно Чуть Чуть Это Портит Впечатление Смотрю Здесь Какие-то Короче Прям Такой Тактический Чехол Ладно Едем Здесь Фиксация Наверное Самого Ножа Ну Сейчас Разберемся Посмотрим Здесь Какие-то Тоже Утяжки Ну Короче Я не понимаю Нафига Здесь Столько Всего Итак Я конечно Забыл Об одной Важной Вещи О весах Пойду За ними Схожу Оп С весами Я вернулся А то Как Не взвесить То Блин Готовился Готовился К обзору А весы Забыл Итак Начнем С рожа Сейчас Мы снимем С него Чехольчики Он еще Прямо В маслечке Чуть-чуть Вот так Вот он уже Выглядит Без всего Ручка Сразу Ну Похоже Ж Десятая Не совсем Я понимаю Конечно Как гарда Здесь Приспандорина Короче Блин Он выглядит Просто Вообще Люто Вот так Чувствуется В маслечке Еще чуть-чуть Гарда То ли она Приварена Никаких Клепок Я не вижу Но вижу Что она Отходит Ну как бы Не то что Отходит А вижу Швы Приклеено Может быть Но Одна Здесь получается Из трех частей Гарда Состоит Раз Два Три Средняя часть Это продолжение Клинка И вообще Ножа Сразу видно Толстенная Сталь Просто Толстенная Не меньше Пяти Миллиметров Судя по виду А вот Гарда Ну как накладки Какие то Они Ну не пойму Я Здесь винты Такие суровые Винты Достаточно Под шлиц Крепят ли они Накладки Ну я думаю Крепят Да Вряд ли они Приклеены Накладки Подгон В принципе Практически Прям идеален Ну есть Пара моментов Но так В принципе Подгон Отличный Рукоятки Еще разочек Но нож Выглядит Вообще Сурово Фаски Сняты Здесь Вообще Выглядят Фасочки Сняты Гармоничными Дол Такой Лютый Прям Симметричен Дол Ну практически Симметричен Есть Чуть Такое Ощущение Что Уход На Миллиметр С одной Стороны Ну в принципе Написано Сталь Д2 Это не Гравировка Я так понимаю Ну не чувствуется Надпись Моделька Ягуар М Дизайн Абирюков Дальше Нокс Серия Т Ну это все Не гравировка Может напыление Какое-то Не чувствуется На ощупь Вообще Рукоятка Приятная Нож сидит В руке Приятно Особенно Для больших Рук Хотя у меня Не особо Большая Но Подтемляк Ну чуть-чуть Конечно Не досверлили Какое-то Видно Заусенец Там Не знаю Будет видно Нет Заусенчик Чуть-чуть Вот Не досверлили Взять сверлышко И пройтись Ну В фуллтанке Естественно Это видно Здоровенный Фуллтанк Ладно Взвесим По весу Что я могу сказать Ну вес У него нормальный Я уже взвешивал Я не удержался Конечно Так Смотрим Что бы Тебя положить Получше Еще бы весы Поставить Нормально Ага Нолик Показывают У нас 367 Грамм Ну короче Такой Лом Интересно С ножнами С ножнами Тричем Будет больше Так Смотрим Как он Щелкивается Щелкивается Легко И достается Кстати Очень легко Прямо вообще Вот Да Поэтому Фиксация Здесь По любому Необходимо Чтобы он Не Протерялся Где-то Ага Вот Фиксация Он конечно Ну в этом и плюс И минус Есть в том Что он достаточно Так Не сильно Потому что Когда ножи Сильно сидят В ножнах С одного Как бы Не с одного А Иногда Это не очень Кайфово Прям чувствуется Когда ты его Вырываешь А здесь Он в принципе Сидит Нормально Мне такой Больше нравится Если честно Такая посадка Вот так Я дергаю Мне нравится Вот такой Стиль Ножен Именно Когда не прям Он мега Там сидит Люто Так Взвешиваем С ножнами Я думаю Здесь уже Вес будет Еще круче 515 Грамм Да Короче Лом Полкило Добрых Так Сколько он Интересно С ножнами По длине Возьму Рулетку Здесь С ножнами Он 34,5 Сами Нужно У нас Сколько 33 Примерно Он выступает Из ножен Так Короче Блин Вот так Выглядит Все Мне нравится Вообще Прям Повесить Сюда И уже Рембо Лесной Продолжаем Измерение Здесь Такая Подпальцы Есть Они Как-то Так Раздвигаются Длинно Так Оп Заходит Легко И Выходит Так Да Мне Это Нравится У меня Есть Сенпай Вот Он В ножнах Сидит Блин Просто Его Пока Вырвешь Уже Блин Сожрут Медведи Так Смотрим Постолюки Что Я думаю Больше Пяти Миллиметров Гардачка Блин Ну Гардачка Мощная Я вообще Удивляюсь Как такой Нож Нехолодный Я думаю Это из-за Того Что он Имеет Форму Непрямую Хотя По идее Вот это Тоже Влияет Холодный Или Нет Ну Настолько Все Это непонятно Мне Сейчас Холодный Нехолодный Вот Казалось Бы Все И гарда Есть Гарда Притом Мощная Рука Не соскочит Это Однозначно Упор Здесь И гарда Металлическая Какая-то Там Резиновая Пластиковая И Вытекает Из клинка То есть Ее Не Оторвет Короче Блин Вот Это Нехолодная Так Ладно Сначала Сталь Меряем Меряем Здесь 5 И 4 Да Здоровый Нажара И Померяю Я Здесь Он В общем-то Самое Толстое Это В центре И то Здесь Вообще Прям Небольшая Толщина Ну Вот Это Место Только Толстое Остальное Все Здесь В спусках Померяем На краю Здесь Тоже 5 И 4 То есть Нож Практически До Спусков Хотя Спуски Здесь Такие Здоровые Достаточно Примерно От Половины Ножа Начинается На Лезвие Спуски Здесь Еще Фальш Лезвие Спуски Фасочка Снятая Но Вот В этом Месте 5 И 4 Вот И Здесь 5 4 То Есть Никакого Кленовидного Сужения Нету Сужение Только Уже Сам Кончик Ножа С Этого Момента Хотя Может Даже И Здесь 5 4 Ну Ка Возьмем Поближе Не Ну Здесь Уже 3 Миллиметра Вот Прям Вот В этом Месте Уже 3 Не Чуть Не 3 Я Это Видел Вот Здесь 3 И Неудобно Смотреть 3 3 Вот В этом Месте Длина Смотрим Длину Заявлено У нас Сколько Было Заявлено 158 Миллиметров У меня Что Получается У меня Получается 159 Миллиметров Клинок Ну Почти 16 Сантиметров Общую Длину Возьму Рулет Потому Что Судя По Всему Длин Длиннющий И 9 Заявлено Сколько 300 Миллиметров Ну Будем Думать Что Это Погрешность В Миллиметрик Может Быть Рулет Чки Ну Примерно Грубо Говоря 30 О 300 Миллиметров 30 Сантиметров Ну Примерно В общем Заявленное Конечно Чуть Чуть Не дотягивает В общем Вот такой Интересный Ножичек Сейчас Проверим Рез Но я Могу Сразу Сказать Я Уже Потестил Рез У него Просто Великолепный Не знаю Как Будет Ладно Возьму Газет Газеты Я уже Знаком Как Их Резать Получше Спонсор Проверки Нарез Газеты Северо-Запад Не подготовил Газетку Так Смотрим Вообще Режет Просто Это Один Из лучших Пореза Ножей Которые Я Тестировал Очень Легко Хотя При его Толщине Казалось Бы Он Должен Быть Не Рез Идеальный И это Базовая Заточка Если Уж Заморочиться Можно Наверное Вообще Вывести Просто Кромочку Ну Я Считаю Что Здесь Ничего Не надо Доделать Просто Взяла И Использует Отлично Стругает Газетку Не Рез Хороший Очень Хороший И Чувствуется Что Легко Хотя Иногда Подрывает Газетку Ну Газета Она Ясная Ясное Дело Что Намного Более Дряблая Чем Те же Листочки А4 В Большинстве Существует Поэтому Тест На Газетках Требует От ножа Более Лучшую Заточку Чем Те же А4 Тетрадные Листочки Нет Заточки Претензий Нету Посмотрим Край Самый Тяжелый Край Нет С краем Он не Очень Справляется Хотя Справляется Немногие Ножи Справляются Не знаю Почему У газеты Край Именно Вот Этот край Когда Смотришь Он Самый Тяжелый Порезал Но Тем не менее Через раз Но Справляется Это уже Хороший Показатель Не Рез Отличный Такой Нож Если Как Подарок Я думаю Никого Не Обидит Особенно Любителя Ножей Охотника Рыбака В качестве Подарка Этот нож Точно Не Обидит И Не Оставит Плохих Впечатлений Прям Вот Не Могу Оторваться Рез Такой Прям Нож Прям Плывет По Газеточке Отличный Рез Подарок Будет Просто Зашибенный Такой Ножик Здоровущий Красивый Да и Сталюка Заявлена Отличная Конечно Постали Ну Никак Не Проверишь Насколько Перекален Он Не Перекален Только В работе Будет Понятно А так Не Угадаешь Могут И Хороший Нож Погубить И даже Цена Не Показатель Того Что Нож Будет Служить Верой Правды Долгие Десятилетия Только Практика Потому Что Перекалить Могут И Даже Хорошие Ножи Так Что Я Еще Здесь Ну Это Наверное Тень Просто Бросает Вот На Доле Непонятно Выполнен Нож Приятных Матовых Цветах Это Не Стол Нож Просто Матовая Обработка Мне Нравится Матовая Обработка В Общем Вот Такой Нож Ягуар Д2 Клевый Подписывайтесь Ставьте Лайки Всем Здоровья Всем Удачи Всем Пока